У меня стресс был вчера. Вчера у нас произошла просто дикая жесть. Тебя сильно напрягает выкидывать мусор? Нет такой сильной радости, прям, а-а-а, я лечу, навалив. Весь дом был просто в кровище, но это было очень страшно. У вас как-то вообще, девочки. За ней будут тебя пропускать. Лучше обезболивающе просто. Вчера у нас произошла просто дикая жесть. Вчера Микаэл купала со стула, разбила себе всю губу. У нее соска порвала ей уздечку, порвала десну. Вчера вызывали скорую. Весь дом был просто в кровище. Крис уезжала на скорой, отвозила Микаэлку, чтобы ее обследовали, посмотрели. Предложили даже зашить, сделать операцию, но мы отказались, потому что решили, что пока будем пробовать. И сделали вывод, что так как ребенок маленький, ну, у нее должно все быстро зажить. Но это было очень страшно. Сколько здесь плачут детей. Просто невероятно. Что, маленький, все с тобой нормально? Да, сладкий? Все хорошо с тобой, курсик? Да? Все само заживет, да, маленький? Прямо сейчас с мамечкой, прям зашиваю. О, это все прям страстно. Что делаете? Здесь, смотри. Доброе время. Доброе время. Если выбрали день. До встречи февраля, дочь. Ты же другой праздник будешь? Праздник мальчик. Я не могу так, давай. Скажи, а праздник у тебя просто? Скажи. Праздник, праздник у тебя. Ничего себе. Просто круто. Ничего себе. Ты мне радугу дорисовала? Нет. Ты моя сладкая. Ты не говоришь, что? Лёна, я тебя обню. Хочел подарки будешь? Петра, дай тебя. Сдавай, ты. Мужчина моей мечты. Да. Как здесь? Кука. Ты что, тут другой? Нет, это продвижка. Еще другой? Или подарочек. Это какая-то помада. Да, положился, да? Папа, я не знаю, где-то подарочек. Да? Да. Я же не знаю, где-то. Так, отлично, не хочу снять, да? Папа, не пой. Я не пойду. Даже за то, что надо совершать пробочки. Ой, чё. Побески. Побески. Не открывай, подожди. Подожди. Папа, подарок. Вообще. Мама, я пошел. Иди сюда, я пошутил. Зач, иди сюда. Зайка, ну я пошутил. Идем вместе откроем. Идем. Идем вместе. Так, обида. Да, это обида. Это какой-то травой, да? Это каннабис? Ага. Поехали. Ага. Я думаю, что травой думает. А этот путь жесткий, мне кажется. Пойму. Это правда? Давай, сейчас. Давай, дед. Сейчас, он тут ничего позорит. Доминика! Дочь, идем скорее. Я открываю. Потом найдем волшебную палку твою, девочка. Давай, открывай. Давай, соскай тоже. Покажи коробку. Это самые крутейшие духи, вообще. Из всех возможных, поэтому я отвечаю. Это лучшая штука. О-о-о-о. Дорься, пожалуйста. Что же? Хе-хе. Сжимай. Так. Да я понюхаю. Подожди, подожди, я покажу. Давай, нюхай. Ты сейчас на себя брызгну и понюхайся. Я тоже хочу побрызгать. Давайте вот эти. Просто мужской. Это для мальчика. Ну, дай мне понюхать, мальчик. Ну, тут он понюхать. Тут понюхать. Вкусно? Все, падай. Падай. Воприк. А я давай тебе попробую. А это девчатый. На ручку. На ручку. Девчатый. Давай, ручку давай. Хоть, хоть. У меня здесь сильно пахнет. Так, все. Давайте. Вот так. Это там, Николай, у меня что-то делает. Пахнет. Пахнет. Сегодня я занимаюсь своим костюмчиком. Вожу Гуччи в химчистку. А жена выкидывает мусор в нашей семье. В нашей семье. В семье жена выкидывает мусор. Она говорит. Тебя сильно напрягает выкидывать мусор? Нет. Нет, вообще просто. Просто говорю о правилах в нашей семье. Хорошо вы выглядите, жена. Спасибо, ярко, да? А еще мне все говорят, что у меня классные кроссы, которые купил мне мусор. Ой, подрю. Поверните на лево, а затем поверните на лево. Теперь мы слим на ручку. Здравствуйте. Посмотрите карман, пожалуйста, что я их не проверил. О, как всегда. Уровень сервиса просто максимальный. Ты просто приходишь, сдаешь и уходишь. Это очень удобно, потому что не надо ждать никакие бумажки, какие-то танцы и так далее. А это вариант с карманом. С грибным раком. Не знаю, как это получается. Случайно нажимаем кнопку «Замедленная съемка» и в итоге я полдня снимаю замедленное видео. Говорю, что-то рассказываю. Все это на замедленное видео и звука нет. В общем, какой раз, не знаю, надо заклеить эту кнопку, чтобы не нажимать. Ну что, ты пошел? Пока же на. Все, удачи. Все. Отвези меня на байдер. Я пошел за билетом. Итак, ввожу вас в курс дела. Мы пришли в турагентство, узнали цены и они показались очень дорогими. Вообще, что-то непонятное происходит. Мы до этого смотрели. Все билеты до Бали выходили в 100 тысяч рублей. Ориентировочно там 1700 долларов, 1500 даже долларов. А сейчас они стали резко в три раза дороже. Просто ценник сумасшедший стал. У нас багаж 23 килограмм, один чемодан и бульсенбучная платья. 23 килограмма на каждого. Да. Мы решили с Крис посмотреть цены, сравнили цены в Тинькофф, на Авиасейлс. В общем, везде посравнивали. И цены особо не отличаются. И по логике нам логичнее купить здесь просто в турагентстве, потому что по деньгам выходит это приблизительно так же, но только здесь возвратный билет. В него входит багаж. А там не везде входит багаж, когда ты покупаешь через агрегаторов. В общем, очень странная какая-то непонятная история происходит с этими билетами. И непонятно вообще, в связи с чем они выросли, потому что нет предпосылок для роста цен. Неделю назад цена была 100 тысяч рублей, говорю. А сейчас стало... Мы сейчас покупаем 170 тысяч рублей. Нам все выходит. Так, решаем сейчас, как нам лучше полететь и будет для нас и выгоднее, и удобнее, потому что с двумя детьми лететь, это, конечно, это, конечно, квест. И было два варианта через Дубай, через Куалумпур. В итоге мы выбрали, скорее всего, Куалумпур, потому что там как раз будет по нескольку часов один перелет, потом мы в Куалумпуре поживем два дня, выспимся, восстановимся, погуляем по Куалумпуру с девчонками тоже, поснимаем контент. И будет удобно там практически три с половиной часа долететь до Бали. И такие отдохнувшие, полети. Вот. Встретимся с нашей крестной. Любимая на нас ждет. Хорошая новость для сегодняшний день. Учитывая то, что какой у меня стресс был вчера, до сих пор никак не могу отойти от Микаелкиного падения. Поэтому нет такой сильной радости, прям вот так вот, что я лечу на Бали, потому что меня немножко останавливает переживание за Микаелку, чтобы у нее там все заросло, потому что швы я отказалась накладывать. Вот так. Спасибо. Спасибо.